Вы родились в Каменце-Подольском, а для меня этот город связан, прежде всего, я не знаю, видели ли вы этот фильм или нет, «Старая крепость». Ну, слава богу. Да. Мое детство прошло под, в общем-то, сенью этого фильма, и книгу я читал Беляева. У вас «Старая крепость» связана с чем-то? Вы ходили туда, когда были маленькими или нет? Слушайте, ну кто же, живя в Каменце-Подольском, не ходил в «Старую крепость»? Странный был бы поступок, для этого нужно было бы иметь какие-то просто противоестественные причины. Да, конечно, уже гораздо позднее читаешь и узнаешь, где была граница блистательной порты и когда, а где граница Украины, а где граница Москвы и так далее, и так далее, как все это интересно перемещалось. Но «Старая крепость» самое примечательное, главное, что есть в городе, и потом, она настолько красиво стоит, это настолько идеальный природный укрепрайон, ну как же не смотреть? У вас фамилия Веллер, я знаю, что родословная идет от прусского генерала. Что это за история? Вы знаете, та осимуха немецкой крови, которая во мне есть, неизвестно с чем была смешана в веках. По дороге, да? Что называется, я и сам не подозревал, пока во времена уже новейшие. Одна моя родственница, дальняя очень, о которой я узнал, когда мне уже было под 50, съехала на старости лет в Германию и от нечего делать стала заниматься рисованием генеалогического древа. Ну, а поскольку времени много, то нарисовала она много. Вот от нее я узнал, что в славном городе Бремене, в Кожевинном цехе, где-то еще в конце 17-18 веке, а потом и так далее, и так далее, и так далее, потому что, в принципе, сама фамилия – это германская ремесленная фамилия. Почему ремесленная? Потому что Веллер – это вот каток, который на Кожевинном станке раскатывает кожи. Одна из принадлежностей его. А обычно ремесленники брали фамилии вот по каким-то профессиональным атрибутам. Ваш отец – офицер Советской Армии. Точно так. По какой специальности? Сначала танкист, потом врач. В детстве, я знаю, первой книгой, которую вы прочитали, была книга Аркадия Гайдара «Мальчишки-бальчишки». Я чувствую, вы основательно подготовились к нашей встрече. А иначе зачем? Я начинаю бояться. Эта книга наложила какой-то отпечаток на вашу дальнейшую жизнь? Вы ее помните до сих пор? Знаете, сейчас я должен принять какую-нибудь такую мудрую пузу и сказать, вы знаете, все, с чем мы сталкиваемся в жизни, накладывает отпечаток на всю нашу дальнейшую ее. Разумеется, всегда что-то откладывается. А учитывая еще что? Мозг наш растет в основном лет так примерно до шести, а потом перестает. И вот эти обучающиеся емкости мозга, каково и при рождении, у нас в общем и целом почти чистые, есть инстинкты, но вся культура вот входит в эти обучающиеся емкости. Вот все то, что у тебя в них лет до шести дошло, составляет твою личность. Потом только так, коррекция, нивелирование. Так что первая книга входит в жизнь любого и всегда. Мне очень интересно, вы пытались перечитывать Гайдара уже в зрелом возрасте? Конечно. Хороший писатель. И испытывал огромное наслаждение, потому что только абсолютно взрослым человеком, уча себя писать, ну на всех, кто писал, лучше меня я твердо знал, я не были знаменит. Я выяснил, какой блестящий писатель был Гайдар. Когда мы с другом, мы с ним писали тогда вместе, то есть поднимались в одно и то же время, цитировали друг другу бессмертную судьбу барабанщика. Мы еще поскрепим старик Яков и так далее. Я выписал себе специально ваши профессии, которые были у вас в течение жизни. Я думаю, что уже не точно наложили отпечаток. Где вы взяли мою трудовую книжку? Итак, вы были матросом, рабочим бетонщиком, вальщиком леса, землекопом и, наконец, что мне очень понравилось, перегонщиком импортного скота из Монголии в Биск по Алтайским горам. Ну, если уж по записи в справке, то это гонщиком. Вот это было слово гонщик, которое нам страшно нравилось, потому что гонщик ассоциируется с Формулой 1. Вот скотогоны официально именовались гонщики. Гнали скот. Гнали. И вы признаетесь в одной из своих книг, что это было самое лучшее время в жизни. Почему? Знаете, в разные хорошие миги своей жизни человек признается, что они лучшие. Иногда себе, иногда кому-нибудь другому признается. Конечно, время было замечательное, потому что с мая по октябрь, все теплые полгода, в общем и целом, вот ты, вот кругом все эти горы, склоны, высокогорные луга и так далее. Монголов не видно? Нет. Дело в том, что мы получали скот в Ихолбануре. Это примерно 60 километров за монгольской границей, за Ташантой, где высокогорная степь абсолютно ничем не отличается от той, которая была на советской стороне и которая идет на север вплоть до самого Кошагача. Это там, где пару лет за Кошагачем грюпнулся вертолет, где ребята решили на горных козлов походиться. И поэтому мы принимали его у монголов, а дальше мы шли, и никого ничего совершенно не интересовало в тех краях. Народу-то ведь мало очень. Скотопрогонные трассы, они же, в общем, по пустым местам проложены. И ты совершенно вот не то сам себе хозяин, не то в природных условиях, не то воздух чистый, а кроме того, поскольку иногда условия абсолютно скотские, то есть, ну, чудовищные, никаким американским ковбоям не снилось, что ночью там вода в ведерке замерзает, или что могут отправить в перегон и не дать топора, не дать котелка, не дать вообще ничего и так далее, и так далее, и так далее. То, когда вдруг солнце и тихо, и спокойно, и ровная местность, и твои две тысячи баранов у тебя не разбегаются, а спокойно пасутся, тихо, тихо сдвигаясь, и ты можешь совсем спокойно слезть с коня, лечь на спину, закурить, и так одним глазом глядя, чтобы они никуда не ушли далеко, наслаждаться этим всем, вот как по капитану Врунгелю. Когда зуб болит, это, конечно, плохо, но когда не болит, уж до того здорово. Так вот, когда все хорошо, это уж до того здорово, конечно, забыть невозможно. Вы только баранов гнали? У нас было и две тысячи баранов, и три тысячи сарлы, то есть, и триста сарлыка. Сарлык – это монгольский як. А бригада – семь человек, то есть, четверо на баране, двое на сарлыке и один на таратайке, то бишь, одноколка со всяким хозяйством, которым мы обрастали по дороге. То есть, мастерили, крали, подбирали на помойках и так далее. Ну, вот теперь расскажите, каково это – управлять стадом баранов? Вы знаете, это в течение десяти тысячелетий человеческой истории знали где-то бесчисленные сотни поколений нормальных людей. Дело еще в том, что монгол – он природный скотовод, и скот у него буквально дрессирован. Если ты знаешь несколько монгольских слов, к которым он привык, и знаешь самые примитивные повадки, которым тебя обучат в первый же день, один расскажет, то монгольский баран – это кроткое, послушное, спокойное, флегматичное, абсолютно управляемое существо. Если ты его не понимаешь, то первый день ты будешь бегать кругом, как сумасшедший, а он своим маленьким мозгом будет думать, какого черта этот идиот здесь мельтешит и чего, собственно, ему надо. Он мешает спокойно есть траву, спокойно в жару там полежать и так далее. Если ты его уже знаешь, буквально он сам по себе, а ты сам по себе. Иногда ты вот так вот обрежешь угол гурта, на него гаркнешь, чтобы он повернул. Он поворачивает ее на другое слово. Наши политики в совершенстве овладели искусством управления стадами баранов. Господь с вами. Господь с вами. Вопрос хороший, можно оценить, да. Им бы хорошего монгольского гуртоправа, чтобы показать, как это делается. Ведь главная задача в чем? Чтобы превратить человека в барана. Вот как политтехнологи разомнут толпу под политика, каких политтехнологов он нанял, так дальше он может на них харкать. Политтехнологи, они тоже, естественно, часто ошибаются, потому что главная задача политтехнолога – это заработать денег. Привлечь монгола. И монгол, он привлечет кого угодно, хоть кролика, хоть анаконду. Он зарабатывает деньги. Я это понимаю так, в нашу рыночную эпоху. Для этого, кроме денег, ему еще нужно что? Немножко заботиться о своей репутации. Но вот в зависимости от количества денег, он на репутацию может и плюнуть, если заплатят как следует. А дальше уже политик смотрит. Дело же не в том, как политик гаркает на баранов. Дело в том, как ему построят заборы, чтобы упомянутым баранам было некуда деваться. Потому что если кругом у тебя вот на 360 градусов, то нужно искусством овладеть. А если тебе спокойно построили заборы, если трава вот только на этом участке, а там голый песок, то баран неизбежно будет толкаться возле этой травы, внутри этих заборов, куда он денется. И тогда искусство политики меняется искусством вот давания пучка травы и постройки загородки, чтобы не шел в ту сторону. Вы, наверное, с тех пор баранину терпеть не можете. Ну что вы! Да, понимаете, вот я всю жизнь полагал, что рыбу я не люблю. То есть вот в детстве ловить люблю, а есть нет. Это было до тех пор, пока я в возрасте уже 34 лет, впервые попав там на севера, где у нас своя сеточка стояла, и каждый день к обеду, к ужину одна-две рыбки, там, чир, нельма, подчир, то есть царская рыба. Тогда я узнал, что, оказывается, я всю жизнь не любил, плохую рыбу. А хорошая – это очень даже ничего. Потому что когда в 70-е годы все стали пропагандировать рыба на Татене, везде вот спинка минтая и на Татене. Полезли мы в Брагауза и Фрона, на Татене, там, вид, семейство, черт, дьявол, последняя фраза. В пищу не употребляются при Брагаузе и Фроне. А тут ели за милую душу. Так вот и с бараниной, когда тебе подадут что-то темновато-черноватое, жесткое, одновременно жирное, непонятно, чем пахнущее, то такую баранину нужно собаке дать съесть. Собак тоже человек, тоже питаться надо. Потому что, если это двухлетний барашек, который вот только что здесь пас, который на горной траве вырос, ну, это восхитительное мясо. Алтай – просветленное место, как многие говорят? Вы почувствовали какое-то особое состояние? Во-первых, Алтай очень большой. Во-вторых, я от вас здесь сейчас впервые слышу, что его кто-то называл просветленным местом. Вы знаете, скатагон – существо примитивное, а как только ты входишь в какую-то социальную роль, ты молниеносно воспринимаешь психостереотип этой социальной роли. То есть, в качестве скатагона у тебя тут же закупливается интеллектуальная сфера, у тебя резко сокращается активный словарь и так далее, и так далее, и так далее. Так что, слушайте, что значит просветленное? Тут хорошо бы, чтобы, значит, дождя с ветром не было, чтобы баран на месте стоял, и вот тогда, значит, чиферку подварить, посидеть, перекурить, отдохнуть, и отлично просветленное. Но на самом деле место замечательное. Там есть какие-то куски изумительной совершенно красоты. Там очень хорошо дышится, мысли посещали тут же, что вот на случай атомной войны хорошо бы где-нибудь вот в распадке. А горжи в основном и белков ведь мало, они там, более на юге, в сторону Монголии, там, где вот белуха самая высокая, где снежные вершины. Хотя мы несколько раз самые краешки снежников срезали, потому что уходили мы с высоты примерно где-то две триста, две четыреста над уровнем моря. Там высоко. И когда чуть-чуть переваливаешь на Уймонский тракт, то просто даже вот в июне месяце, в конце июня совершенно срезаешь края белков, а солнце светит очень хорошо, горное солнце, оно же такое активное, злое. И вот когда вдруг какой-то распадок между горами, а когда переваливаешь большой перевал, это главное по Уймонскому, по Уймонской трассе, и Чигетаман, то дожди вдруг становятся теплыми из холодных. И вдруг Тайгана сразу за кошегачем начинает деревья расти, до этого их не было. И вот когда ты видишь вот такой распадок, а внизу такое маленькое, голубое, в хорошую погоду, круглое озеро, и простор совершенно необыкновенный, а когда доходишь до собственной Уймонской долины, тогда это называлось совхоз Уймонский, то это как такой старинный пейзажик, иллюстрирующий русские народные сказки. Вот от этого края долины до того километров, наверное, пятьдесят. И все эти пятьдесят километров отлично видны, воздух прозрачный. Такие маленькие-маленькие букашки ползают в машинке, трактора, отдельного человека, километра за два рассмотришь, а дальше уже в общем невозможно. И в ширину, наверное, километров пятнадцать, и все это видно одновременно, потому что ты спускаешься с господствующей высоты. Изумительная красота. В юности вы работали в Ленинградском музее истории религии и атеизма, который располагался в Казанском соборе. Скажите, вы атеист? Я думаю, что ни один атеист не атеист на сто процентов. И ни один верующий не верующий на сто процентов. И вообще ничего не существует в чистом виде. Даже валютное золото имеет знаки после запятой, но не так, чтобы сто процентов ровно. Другое дело, что музей в те времена был изумительно интересным заведением. Ну, а во-первых, экспозиция музея была, на мой взгляд, несравненно лучше, профессиональнее и позитивнее, чем экспозиция нынешнего собора. Простите. В той экспозиции просто работали лучшие профессионалы, которые этому посвятили жизнь, которые из-за этого получали зарплату. Это был предмет их гордости. Экспозиция была лучше, чем сейчас. Второе. Во времена совершенно приказного, господствующего, ортодоксального атеизма там сидели гуманитары, товарищи-дохтора наук, из которых примерно половина была членами партии, а половина была и время. Иногда это совпадало, хотя не часто. И они с огромным уважением относились вообще к идее религии, к духовности, к существованию Иисуса Христа как исторической личности, что было дикой ересью в советские времена. Но об этом нельзя было писать официально, что вы, заголовки были в газетах, не кокетничать с боженькой. Газеты известия вот такие вот. Но сегодня вы больше атеист или верующий? Вы знаете, я не могу идентифицировать себя ни с одной религиозной конфессией. У меня свои собственные воззрения на этот счет. Если вот в привычном, традиционном, таком, трафаретно расхожем смысле слова, это, наверное, я более атеист, чем верующий. Если бы меня спросили вот прямо перед толпой, я бы сказал цинично атеист, потому что я не могу, когда люди идут в строй. А репортаж ведется с теми же интонациями, что с партийной конференции или с парадой 7 ноября. Возмущает. Нет, я не могу. Это все, как писал когда-то Андрей Вознесенский, простите, а не про себя. У него были чудесные строчки «Умеют хором журавли, но лебедь не умеет хором». Я никогда не напоминал себе лебедя, но есть люди, я думаю, что их процентов 97-8, которые должны идти строй, иначе человечество не сможет существовать. А есть процента 2, которые сбоку должны цинично не в ногу, ковыряя в носу, говорить, что все он доделал не так и сейчас не свалится в пропасть. Без этих двух процентов и остальные 98 неизвестно, куда зайдут и все равно вымрут. Это диалектика, нужны и те, и другие. Вот, видимо, я скорее принадлежу к тем двум. Когда мы уходили в далеком-далеком 76-ом году в Скотт-перегон, то в городе Бийске мы с ребятами втроем пошли в церковку, не помню, конечно, старенькой, маленькой, деревянненькой, действующей, заметьте, и Николе Угоднику поставили по свечечке, по самой тоненькой. Денежка-то у нас не было нифига абсолютно, ну, как у всех, кто в перегон идет, но по свечечке мы поставили. Это был акт абсолютно добровольный. Вот стопроцентно добровольный. И мы, конечно, не относились к идее религии вообще, к идее православия, стопроцентно всерьез, но что-то там такое было. Теплилось. Вот мы это делали для себя, вот нам этого хотелось, вот это было приятно, вот в этом было что-то. Кроме того, ощущение, а все-таки вы там что не говорите, а все-таки это вот какая-то нить тысячелетней народной культуры. Когда тебе эту культуру впаривают, как моральный кодекс строителей коммунизма, то хочется сидеть дома в стороне и заниматься своим. КОНЕЦ